Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видео будет по саморазвитию, то есть просто будем что-нибудь болтать, и я буду делиться какими-нибудь своими безумными совершенно умозаключениями. У меня будет периодически то светлей, то темнеть экран, потому что в окне постоянно то солнце поднимается, то солнце опускается. Я думаю, это не такая большая проблема. Итак, сегодня я хотела бы поговорить о такой насущной теме, как чувство удовлетворения. Я не знаю, вам знакомо, допустим, какое-нибудь дело вы делаете и испытываете, когда его закончите, вот такое нереальное чувство удовлетворения. Допустим, если брать работу в интернете, то у меня были такие чувства, когда я нарисовала свою первую настоящую работу, именно сама, векторную и так далее. Потом было такое же чувство, когда снимаешь или загрузил ее просто в интернет, и она попала в продажу, например. Потом, когда снял свои первые деньги. То есть вот эта лестница, она, как правило, стандартная такая лестница, она ведет к результату. То есть мы чувствуем азарт, мы чувствуем силу двигаться дальше, веру. У нас вера есть, что все получится, потому что результаты же есть. Вот такое нас двигает чувство удовлетворения. И в этом нет никаких проблем, это очень здорово, это просто супер. Вот. А поговорить я хочу сегодня о том, когда в принципе результаты есть, в принципе все хорошо, и в принципе двигайся себе дальше. Но вот беда, что как бы тело решает, что гормон счастья тебе не обязателен. И перестает его вырабатывать. То есть вроде бы ты цели свои достигаешь, те же самые, но гормон счастья не вырабатывается, счастья нету, удовлетворения нету. Все, знаете, очень так депрессивненько становится. Вот. И у меня это было вот, это состояние, и естественно до сих пор есть, да, естественно. И для меня это загадка, да, вот почему вот это состояние. Более того, параллельно с этим состоянием, как бы не очень осознанно, но начинают всплывать какие-то вопросы из серии, знаете, какого-то смысла жизни, зачем вообще все это, зачем я все это делаю, зачем мне это надо, то есть какой от этого будет смысл, да, более того, начинают чаще и чаще постигать, ну, лично меня так было, да, какие-то мысли о конечности, да, моего бытия в этом мире, а какой-то такой, вы знаете, бессмысленности в некотором смысле существования. Поставьте палец вверх, если у вас были такие моменты, вот именно чувства бессмысленности. И на фоне того, что деятельность, которую мы делаем, да, если признаться честно, да, то она действительно не очень большой имеет смысл. То есть это то же самое, что, то есть это просто предмет обихода, да, то есть вот в реальной жизни он нужен, но как бы большого такого прям глубокого философского смысла он не имеет. Вот, то есть, ну, это факт, да, это так. И когда я это начинала еще больше и больше осознавать, мне все больше и больше не хотелось работать, причем вообще нигде, никак, да, я не говорю там какими-то высокопадными слогами, что материальное это бессмысленно. Нет, без сомнений, это не так, это все очень важно. Вот, но раньше я вообще не задумывалась о каком-то смысле бытия. Вот, а тут меня прям, знаете, постепенно, постепенно, постепенно приплющивало к стене, что просто уже стало не в моготу. Кстати, не знаю, я надела платок не потому, что я стала глубоко религиозным человеком, а потому, что это реально очень удобно, особенно с моими кудрявыми и сухими волосами, когда я их просто не могу уложить, особенно летом, знаете, когда жара, я поняла, что это реально очень удобно, это очень удобно, просто накрутил платок и пошел. Не надо их сушить, укладывать, расчетывать, я не знаю, в плане того, что они у меня постоянно сохнут на солнце. Вот, то есть я нашла для себя какое-то такое идеальное решение, естественно, я нашла его в храме, да, потому что туда я тоже нашла дорогу. Вот, именно в прошлом году, когда занималась всеми своими духовными поисками.